Председатели советов многоквартирных домов, управляющие компании, районные власти и просто неравнодушные граждане стали участниками муниципального форума «Управдом». Первым пунктом повестки стал вопрос готовности к осенне-зимнему периоду. На дворе ноябрь и уже более месяца назад успешно стартовал отопительный сезон. Все батареи в многоквартирных домах Ленинского района горячие или теплые в зависимости от температуры на улице. Я получаю звонок от жителей, которые говорят, что у меня дома холодно. Задаю вопрос, батареи горячие, они говорят, тепленькие. Значит, начинаем общаться, выясняем, что чуть ли не ежедневно выезжает на данный адрес наша управляющая компания для проверки, регулировки и так далее. Оказывается, причин-то и нет никакой для беспокойства, потому что температура воздуха в квартире соответствует нормативу. А как кажется жителю холодной батареи, на самом деле она не холодная, подача теплоносителя идет регулярно, котельная регулируется автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха. Конечно, тепло приносит уют в дом, но вот цифры в платежках становятся ощутимее. И, к сожалению, у жителей резко падает платежная дисциплина. Не боятся должники и пени. В результате у службы судебных приставов работы прибавилось. Уже сейчас выписано исполнительных листов на сумму более 150 миллионов рублей. А у управляющих компаний сплошная головная боль. Все это ложится временем на управляющих компаний, а в итоге у управляющих компаний складывается задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Наступает самое худшее, что ресурсник не может расплатиться с основным поставщиком газа, электроэнергии, воды, понимаете, да? И в этом случае администрация вынуждена либо давать муниципальные гарантии, либо, так скажем, в особом тоне работать с управляющей компанией. Сфера ЖКХ традиционно считается проблемной и касается каждого, у кого есть крыши над головой. Ничто не ускользнуло от внимания гостей форума. Собравшиеся обсудили буквально все – от уборки домов до капитального ремонта жилого фонда. И вопросов по нему было немало, иногда неожиданных. Я уже скоро буду три года, как квартира гарантизирована, и второй год уже два скоро будет. Ищу кому отдать деньги. Нет ликвидации, ничего. Прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления ЖКХ администрации Ленинского района Татьяна Полякова. Мы направили порядка 155 домов, приезда к адреснике речни домов, которые подлежат включению региональных программ. На данный момент проходит сверка. Мы работаем с Мин ЖКХ. По вашему дому вы подойдите тогда ко мне, телефончик не дайте. Я завтра же проработаю вопрос с Мин ЖКХ, сверюсь и вам полностью ответ дам по данному вопросу. Форум управдом помогает наладить прочную связь между чаяниями жителей и властными структурами. Ведь, как известно, вопросы лучше всего решаются в процессе прямого диалога двух сторон. И можно быть уверенным, что ни одно заявление не останется незамеченным. Каждый управдом у нас ведется протокол, все выступающие, все вопросы записываются. Потом мы контролируем выполнение, и чтобы до жителей дошли ответы. Если сразу человек не получил на управдоме ответ, есть такие вопросы, которые требуют длительного решения. Нужен какой-то период для исполнения. Значит, ему придет письменный ответ. О месте и времени проведения следующего, итогового в этом году форума управдом можно узнать на сайте администрации Ленинского района. Как всегда, двери открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.